МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безкультурно-спортивной общественной организации Федерации гонок дронов беспилотных воздушных судов Республики Саха-Якутия Андрей Андреев. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И гость не только нашей студии, но и нашего города, директор Центра компетенций по беспилотным авиационным системам Университет 20.35 Дмитрий Кайсин. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Благодарю вас, что вы нашли время сегодня и пришли в нашу студию. А говорить мы будем о Всероссийском фестивале беспилотной авиации «Дотянуться до неба», который стартует завтра, 29 октября, в историческом парке «Россия. Моя история». По «Уткино-5» будет проходить он с 9 утра до 6 вечера, 3 дня. И присоединиться может к этому мероприятию абсолютно любой человек, оказывается. Но, тем не менее, наверняка уже есть и гости, кто зарегистрировался, и спикеры. Расскажите, пожалуйста, об этом. И самое главное, наверное, о цели этого мероприятия. — Действительно, сейчас у нас по стране шагает Всероссийский фестиваль «Дотянуться до неба». В нем в этом году поучаствует 18 регионов. Начали мы в Калуге, Уфе, Татарстане, Мурманске и так далее. — А Якутск присоединился впервые. — И действительно, в этом году первый раз мы проводим такое большое масштабное мероприятие. Всего свыше 30 тысяч участников по стране. На сегодняшний день, как мы видим, около 2,5 тысяч регистраций по республике Саха-Якутия. Насколько я знаю, причем не только из города Якутск, действительно, из других городов присоединятся. В первую очередь он ориентирован на детей, на школьников, на студентов. Но по опыту других городов, других регионов мы видим, что он вызывает неподдельный интерес, в том числе и у взрослых, у родителей, у наставников. Потому что тема, связанная с беспилотием, с какими-то автоматизированными роботехническими роботами, средствами, она интересна. И мы, когда продумывали саму идею этого фестиваля, так как мы ориентированы на школьников, то мы хотели скорее рассказать вместе с ними, помечтать о том, как это будет через 5-6-7 лет, как это будет в будущем. И поэтому сама концепция фестиваля выстроена вокруг идеи, мы назвали, «семи этажей неба». А дроны, беспилотники, они работают и летают не только вот рядом с нами, могут доставлять грузы, выполнять какие-то функции, связанные с мониторингом, но и на самом деле в ближнем космосе, в стратосфере, в дальнем космосе тоже работают беспилотники. Ведь любой спутник — это по факту беспилотный аппарат. И как они будут друг с другом взаимодействовать, как они будут приносить пользу человечеству, обществу. Вот про это хотелось сделать фестиваль. Поэтому в основе у нас трек «Мечта», где мы как раз с ребятами школьного возраста ходим в таком интерактивном игровом режиме по этим этажам неба, а вокруг него выстраивается трек «Технологии», который позволяет уже понять, а при помощи каких решений, каких современных информационных технологий, искусственного интеллекта, новых материалов, систем навигации связи, за счет каких сфер и технологий развивается индустрия беспилотников. И третий трек — это общество, где мы вместе с представителями индустрии, с представителями органов власти, рассуждаем и продумываем, а как будет развиваться такая новая отрасль, которая вот сейчас появляется и складывается в наших глазах, отрасль применения, разработки, производства и применения, эксплуатации беспилотных авиационных систем. Но вы, Дмитрий, про будущее точно знаете все, потому что университет называется, название такое интригующее, как будто бы это 2035 год, и вы уже точно знаете, как будет тогда. Ваш университет — это единственный университет в России, который готовит профессионалов в области цифровых технологий, цифровой экономики. Действительно, наша миссия — это как раз создание, запуск таких массовых систем, обучение, подготовки в области современных технологий. Это искусственный интеллект и цифровые профессии. Но невозможно это делать из одной точки, поэтому наша задача как раз создавать такие большие образовательные сети. И в этом году мы, собрав отраслевой заказ от индустрии, от органов исполнительной власти, региональных предприятий, мы запустили массовую систему обучения и подготовки. И вот сегодня, наконец, посетив республику Саха-Якутия, мы в том числе увидели непосредственно, где сейчас обучаются ребята в рамках нашего федерального проекта «Кадры для баз». Вообще в целом и фестиваль, и обучение современным профессиям, связанным с беспилотниками, проходит в рамках такого большого федерального проекта, который в этом году только был запущен. Но, я думаю, мы сегодня еще про это поговорим. При этом в республике есть уже заделы, уже применяется беспилотная техника, поэтому мы точно стартуем не с нуля здесь, в городе Якутск, в развитии беспилотников. Спасибо. Владислав, расскажите, пожалуйста, о ваших планах на этот фестиваль. Ну, мы начали, на самом деле, с лета готовиться к этому фестивалю. Еще летом мы подали заявку как республика на проведение такого фестиваля. Мы очень рады, что в числе 18 городов появился город Якутск на карте фестивалей «Дотянуться до неба». И действительно, всех жителей города Якутска и близлежащих районов мы ждем с 29 по 31 октября на историческом парке «Россия моя история», чтобы посетить впервые проводящийся такой большой фестиваль популяризации беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных систем. И мы вот недавно проводили пресс-конференцию с участием нашего лидера, зампреда правительства Анатолия Семенова, и там вообще мы начали рассуждение с того, как важны нам беспилотные авиационные системы. Сейчас, на самом деле, Дмитрий тоже правильно сказал, у нас уже применяются беспилотные авиационные системы и в сельском хозяйстве, и в промышленности, в мониторинге лесных пожаров, например, и в транспортной логистике. Вот осенью все жители прекрасно знают, что у нас в Якутске начинается, как только заканчивается навигация, у нас начинаются проблемы и разговоры, споры о том, что надо делать, чтобы нам грузы доставлялись вовремя, что нет переправы и все остальное. А вот мы как раз и думаем, что беспилотные авиационные системы — это одно из решений будет нашей сложной транспортной логистики. Республика огромная, расстояние просто огромное, и что надо сделать так, чтобы беспилотники у нас летали и доставляли грузы в том числе, и помогали бы развитию нашей экономики. И вот это на верхнем уровне очень обсуждается, он уже применяется. И вот наша задача — популяризировать, чтобы любое какое-то начинание, чтобы дало всходы, нужна подготовленная почва. Для этого нам нужны школьники, заинтересовавшиеся этим проектом, должны быть студенты, которые увлеклись этими технологиями. Для этого нам нужны такие мероприятия, которые популяризируют отрасль. И вот фестиваль «Дотянуться до неба» — это как раз та возможность для наших школьников, студентов, которые могут посетить, посмотреть, где, во-первых, оно применяется и как можно улучшить свои навыки в том числе. И поэтому вот как раз в период осенних каникул мы родителей, школьников всех зовем туда. Сейчас уже порядка 2,5 тысяч зарегистрировалось, это хороший показатель. Мы ждем, ну, так предполагаем, что порядка 4 тысяч людей посетят за эти три дня фестиваль, посмотрят наши треки. Спасибо большое, Владислав. Сейчас как раз, мне кажется, самое время посмотреть ролик, чтобы у наших зрителей и слушателей была информация полнее, чтобы они присоединились к этому мероприятию. Попрошу наших режиссеров добавить в наш эфир. Впервые в Якутске пройдет Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Тебя ждет выставка дронов, квесты и мастер-классы. Участие бесплатное. Пройди регистрацию и приходи в исторический парк «Россия. Моя история». Впервые в Якутске пройдет Всероссийский фестиваль... Уже более-менее понятно, что такое беспилотные авиационные системы. А вот что такое гонки дроны? Расскажите, пожалуйста, Андрей. Это точно в вашей сфере. Для начала расскажу, что гонки дронов, они начали развиваться с 2010 года во всем мире. Ну и первые чемпионаты начали проводиться с 2015 года. Первыми чемпионами мира становились британец 14-летний. Ну, в основном, это очень молодой вид спорта. Не из-за того, что оно развивается только вот, ну, только началось создаваться. А в том плане, что участников среди спортсменов становятся школьники в основном, школьники и студенты. А в России федерация гонок дронов, она создана в мае 2023 года, в прошлом году, совсем недавно. И мы уже с коллегами в сентябре создали общественную организацию. И в ноябре мы прошли аккредитацию в Министерстве спорта Республики. И с тех пор уже развиваем и популяризируем данный вид спорта. В данном виде спорта имеется 4 дисциплины. Первая, это у нас класс 75 миллиметров. Это расстояние между двигателями по диагонали дрона. То есть, самый маленький класс, он, расстояние двигателя должно быть не более 7,5 сантиметров. От первого двигателя до третьего двигателя. Вот. И второй класс, это у нас класс 200 миллиметров. Третий класс 330 миллиметров. Ну и четвертая дисциплина, это у нас технический симулятор. Поэтому по этим четырем видам дисциплин наипростейшее соревнование, которое можно провести, это технический симулятор. Поэтому мы на данном этапе популяризируем именно данную дисциплину. И проводим параллельно по классу 75 миллиметров. Вы говорите так, чтобы все знают это очень хорошо, то, о чем вы говорите. Вот давайте, может быть, как-то расскажем про программу фестиваля, чтобы это было понятно тем людям, которые к этой теме не очень имеют отношения. Вот кому это будет интересно? Кто может прийти? Я так поняла, что это школьники, да? Те подростки, которые думают о дальнейшей профессии. Кому интересна вот эта тема беспилотников, тема гонки дроны. Ну, например, если я приду, что я интересного там узнаю? Чем этот фестиваль может заинтересовать простых людей, которые к этой теме не имеют отношения? Расскажите, может быть, о том, как это будет проходить, кто спикеры. Вы сами наверняка тоже будете, да, в числе спикеров будете выступать. Ну, фестиваль у нас проходит по трем трекам. Начинается с трека «Мечта». Это школьники с 14 лет. Только так, чтобы понятно было, понятным языком. Вот они придут, что они узнают. Школьники тоже, может быть, не все знают. Да, ну, надеюсь, это понятно. Школьники с 14 лет, они придут, и там для них будут организованы мастер-классы. Мастер-классы организовываются федеральными экспертами. Это 18 экспертов на площадке музея. Для них рассказывают доступным языком, в том числе игровом формате, квизы, мастер-классы. Рассказывают про то, где применяется бас. То есть, если у школьника есть вопрос, где применяется бас, как его использовать, вот они в рамках этих мастер-классов все это проходят, и все им прекрасно должны разъяснить. Расскажут и как в гражданском, да, каком-то таком направлении, и если это связано с военными действиями. Да, ну и вообще там, поэтому же, Дмитрий сказал, что это как экскурсия по этажам неба. То есть, там можно и посмотреть, где в космосе это можно применить, ну и где вот на достаточно малой высоте эти басы можно применять. Второй трек этой технологии, он предназначен для студентов. Мы позвали студентов среднего профессионального образования, вузов, для тех, кому, ну, для них уже более заточены, там и экспертные лекции, для тех, кто уже связывает себя с информационными технологиями и вообще будет применять бас в своей дальнейшей деятельности. Там мы позвали и сельскохозяйственников, и с промышленных, и IT колледжей, чтобы они посетили и посмотрели. Трек общества, там у нас будет деловая программа, это для тех, кто уже работает в органах исполнительной власти, да, в образовательных организациях. Там будут очень хорошие пленарные заседания, круглые столы, как применять бас у нас в дальнейшем в республике. Ну а для посетителей вообще всегда открыта выставка. Мы же сейчас уже говорим о том, что бас применяется у нас в разных отраслях. Вот можно посмотреть, вот сельскохозяйственные дроны прийти посмотреть, можно посмотреть вот дроны спасателей, можно посмотреть, где применяется бас у нас в промышленности. Немногие знают, что у нас бас уже применяется и в промышленности для разведки геологданных, да, что применяется у нас в мониторинге лесных пожаров. Коллеги там разместились, все покажут, расскажут для посетителей всех. Ну и в рамках трека общества будет техно-ГТО, то есть там можно сдать ГТО на знание правил баз, эксплуатации баз. Это тоже очень классная тема. Ну и рядом со всем, у нас в 39-й школе, это рядом с музеем, проходит чемпионат гонок дронов в финал республики. Там лучшие пилоты со всей республики будут соревноваться, кто как управляет дронами. Его тоже можно посетить, посмотреть вообще, что это такое. — Это позже уже, не в эти три дня. — Нет, в эти три дня, да. Поэтому мы вот как раз связываем, что и популяризация, и сразу же чемпионат, и выставка, все это вместе. В общем, если хотите узнать про беспилотников поближе, то вам надо посетить музей. — Я бы, если позволите, добавил, вот в вашем вопросе еще звучало, что для взрослых, и на самом деле часто обсуждается такой вопрос, есть ли у отрасли дронов, у отрасли беспилотников возраст. И на примере как раз гонок дронов, да, такой как бы это Формула-1, наверное, да, среди беспилотной техники, есть примеры, когда в одной команде одновременно, вот мне коллеги рассказывали, участвовал спортсмен 7 лет и 67 лет. В этом смысле действительно беспилотная техника, она практически не имеет возраста. Любой человек может за несколько, там, буквально там минут освоить, начать управлять, начать получать удовольствие от полета, от прохождения трассы, ворот. И дальше, на самом деле, постепенно, если это ему интересно, увлекаясь получать профессию, которая очевидно, вот по всем планам, по всем прогнозам и нашим, и других экспертов, будет востребована в ближайшее время. Общая потребность, вот в этом году мы собирали свыше свыше 25 тысяч конкретных запросов от предприятий сферы беспилотников, и это мы сейчас говорим только про гражданское применение, то есть спрос огромный, перспектива для карьеры там, вашего ребенка или, на самом деле, вас тоже может быть очень... То есть нет ограничений по возрасту, получается? Абсолютно, да. Вы можете освоить, я думаю, что в республике, я знаю, что есть и будут расширяться программы профобучения, переподготовки, где вы можете за, там, ну, наверное, не за, конечно, несколько минут освоить профессию, но, тем не менее, там, сегодня мне показывали примеры не только в промышленности, а, например, в сфере, там, в съемке кино тоже постоянно применяются беспилотники, и вот развитие, например, там, да, вот этих, там, всех креативных таких форматов применения, рой дронов, которые строят фигуры, это действительно интересно, это действительно креативно и точно востребовано, поэтому, если вы размышляете там, перспективах карьерных своего ребенка, ну, как минимум, интересно сходить, узнать, так скажем, потрогать, прикоснуться к этой сфере, а дальше, ну, вот, на мой взгляд, действительно, гонки дронов, это спорт, это конкуренция, это интересно, это вовлекает, там, ребята и девчат, поэтому дальше вот в этом, наверное, можно себя попробовать поразвивать в качестве такого хобби. И взрослых парней вы возраст назвали достаточно такой солидный. Абсолютно, да, это интересно, это динамично, а дальше, если вам это нравится, то вы уже сами найдете применение. Якутия планирует участвовать и дальше в таких фестивалях? Да, конечно, все, что связано с пилотной революционной системой, это наша тема, поэтому мы участвуем в этих мероприятиях, как развлекательная сторона мероприятий. мы участвуем в фестивалях муниципалитетов, к примеру, в августе мы участвовали в Адунуфест, которая проходила в селе Магараса, горного района, и мы там также организовали соревнования среди всех желающих, которые там участвовали, в этом фестивале. В марте этого года мы провели первый кубок Министерства образования и науки среди школьников, среди студентов, и мы уже определили первых чемпионов, можно в этом году сказать, школьников и студентов, и эти ребята уже хорошо себя проявили. Летом в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг 2024 года в Южно-Сахалинске они уже там занимали призовые места, можно сказать, уже результаты есть, и те дети, которые вовлекаются в этот спорт, ну, они уже показывают хороший результат на уровне России. Еще раз напомним, да, хоть уже достаточно много у вас зарегистрировано гостей, но тем не менее вы все равно приглашаете всех, кому эта тема интересна, или даже, кто еще не знает, что она, эта тема, может быть ему интересна, просто, чтобы расширить свой кругозор, завтра, пожалуйста, приходите в исторический парк по адресу ксенофонта утки на 5, и с 9 утра в любое время до 6 вечера можно прийти завтра и 30 и 31 числа. Да. и попробовать себя, да, прикоснуться, правда, к такой интересной теме. Я приду, найду время за эти 3 дня, думаю, что там же можно на какое-то, просто вот для себя время обозначить, да, не обязательно же быть там сколько-то конкретно часов. Мы практически заканчиваем. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня рассказали о такой теме интересной, о том, что можно использовать это в гражданских целях, потому что у меня была первая мысль, когда я услышала, что я думала, что мы будем сейчас что-то говорить про СВО. Оказывается, нет. Все в мирных целях, ну, в смысле, и в мирных целях тоже. Слушатели и зрители, я не прощаюсь, через короткие 4 минуты мы вернемся, сейчас еще раз увидим ролик про завтрашнее мероприятие. Впервые в Якутске пройдет Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Тебя ждет выставка дронов, квесты и мастер-классы. Участие бесплатное. Пройди регистрацию и приходи в исторический парк. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, и в нашей студии новые гости, я рада их представить. Руководитель автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр добровольчества Республики Саха-Якутия» Айлан Винокуров. Айлан, здравствуйте. Здравствуйте. Ведущая швея общественного движения в поддержку мобилизованных из Республики Саха-Якутия «Якутия с тобой» Дария Павлова. Дария, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, говорить мы будем о том, как волонтеры сегодня помогают тем бойцам, которые сейчас на специальной военной операции. И мы не так давно касались этой темы именно с вами, вы были в прямом эфире, но есть потребность коснуться этого более подробно. Меня в прошлом эфире очень сильно затронула информация, что вы даже шьёте бойцам нижнее бельё, что даже вот такая необходимость. Давайте, может быть, поясним, в каких это ситуациях происходит и когда вот настолько нуждаются. Ну, например, вот это нижнее бельё, да, она... Наши бойцы, когда получают ранение, эти трусы рвут, ехать не жалеют. Короче, всю одежду рвут, как бы, да, разрывают, чтобы достичь. У госпиталей. Ну, в госпитале, чтобы помочь им, какую-то помощь сделать медицинскую. А в госпитале там им не предоставляют вот эти... нижнее бельё, в основном, да, они в нижних бельях вот в госпитале лежат. То есть это вот в этих ситуациях и вы шьёте, начиная от нижнего белья и заканчивая вот этими вот сетками, да? И даже когда они воюют, у них же нет этого или времени, или чего-то, вот воды элементарно, да, чтобы каждый раз помыться, что-то сделать. Но разные ситуации бывают у людей. Ну, действительно, да, как раз таки, если натронуть тему, что шьют наши швеи, да, в этом году, тут отдельно надо отметить, да, общественное движение Якутия с тобой участвовало в грантах главы республики, да, которые ежегодно проводятся для развития гражданского общества. И вот швеи, общественное движение Якутия с тобой выиграло грант на поддержку вот швеяной мастерской, да, тут хочется поблагодарить ресурсных центров, да, которые сейчас помогают, Министерство молодежи, главу республики, да, вот поддержали проект по поводу швеяной мастерской. Сделали швеяную мастерскую и сейчас вот наши швеи, волонтеры ежедневно в цеху шьют различную одежду. Это наименований очень много. Вот Дария расскажет, что в основном они шьют. Ну, у нас наименование 51 наименование костюма разного. По сезонам шьем костюмы летние, вот сейчас осенние, осенне-зимние пошли, ну, утепленные, флисовые разные. Дождевики шьем, маскировочные халаты тоже по сезонам. Скоро, наверное, эти белые пойдут тоже. Балаклавы, они тоже бывают сезонные, потому что там летом же в флисовых не пойдешь. Рюкзаки, аптечки и так далее. И даже госпиталям шьем вот эти на культе одевать всякие чехлы, на гипсы одевать, чтобы гипс когда выходит на улице не промокало с дождевиком, чтобы не промокало, да, чтобы тепло, разные бублики после ранения своей культе ложить. Ну, ой, господи. в нашем цеху есть 12 производственных машин и 4 оберлака и 8 бытовых машин. Поэтому у нас всегда народ к нам приходит, всегда помогает. И у нас постоянных швей тоже много. Надомники есть. Про надомники подробнее. Надомники, они дома шьют всякие чехлы для стволов. Сейчас грязь пошла, парни просят, чтобы чехлы были для стволов, чтобы там не забилась грязь, чтобы у них лишнее времени тратилось. То есть, если у швей нет времени приходить к нам в штаб и шить, люди приходят к нам в штаб, записываются данные и так далее, мы им даем материалы, вот это все, они берут себе домой, шьют и приносят. То есть, не обязательно мы не просим, чтобы швей, который умеет, обязательно приходил в штаб, чтобы здесь сидел и шил. Нет, такого нет. То есть, у человека есть желание помочь, мы, соответственно, идем на встречу, им даем материал, и они берут на дом и вот шьют и приносят обратно. Да, никаких планов нету, сколько могут, столько шьют. И в связи с этим я хотела бы попросить населения помочь нам там материалами или, ну, в основном материалами флисовыми, потому что сейчас уже теплая, у нас идет акция теплая осень, для бойцов мы собираем теплые вещи. Можете привезти теплые носки, вязаные носки, тактические перчатки, даже вот налобники, фонарики, фонарики, налобники, там 150 рублей стоит там столичным. Можете купить, принести, парням они очень нужны. Ну, можно сказать прямо куда приходить, назвать адрес, сказать, где можно купить эту ткань, в каких может быть магазинах, да, и может быть есть там, оставляют же корзины, которые потом передают вам уже покупательские. Да, наш штаб находится здесь в городе Якутске, по улице Бестужа-Маглинского 5, это оригинальное отделение ДОСААФ-АРФИ, да, то есть вход у нас со двора, во дворе, то есть отдельно стоящее здание белое, и там вот одноэтажное, там вот базируется наше движение, тут тоже, кстати, отдельно хочу сделать, так скажем, внимание, да, и благодарность вот нашему оригинальному отделению ДОСАФа, точнее, вот председателю оригинального отделения, да, Константину Константиновичу Копылову за то, что вот поддержал, и как раз таки вот на их базе наш штаб уже вот почти уже полгода, да, почти полгода уже находится, размещается там, они полностью безвозмездно уступили нам вот большой такой спортзал, здание отдельное, и прям вот поддерживает тоже как раз таки вот наших бойцов и работают вместе с нами совместно. В этом помещении находится и швейный цех, да? Да, там же находится и швейный цех, и шити там плетут наши волонтеры. собираем посылки. Да, и посылки индивидуальные, и гуманитарка полностью собирается там, вот. Вот вы сказали хорошо прям вот фонарики, да, и цену сказали, и где приобрести. Флис, какой-то метраж, наверное, нужен специально, какая-то ширина, чтобы должна была быть ткани. Не, ну, прям такого нет же, да? Нет. Кто сколько может приносит? Обычно организации приносят нам рулонами, да? В рулонах там 95, может, метров, из этого выходит только 30 или от силы 35-40 костюмов. Вот так всего лишь. Всего лишь. А флисовый материал, конечно, продается в любом магазине, который работает специализированно в тканями, да, занимается. Оно есть. Но там, опять-таки, вот перед покупкой лучше бы с нами проконсультироваться по расцветке. Да, сейчас, то есть мы уже там свето-хаки же не сможем, а может уже что-то сезонное, что-то с белыми и так далее. То есть надо будет тоже позвонить в САП и уточниться соответственно. Тогда вам лучше, если это будет звонок от организации, от какой-то, да, вообще от людей, вообще, кто угодно хочет помочь, да, соответственно, могут позвонить спокойно и уточняться. Чтобы уже какое-то нормальное такое количество тканей вам пришло. Да, да. Сам человек-то может не купить там сколько рулон, да, большой, а вот организация она сможет... Да. Ну, тут еще хочу, да, рассказать про вообще как работа, устроена работа, да, в штабе у нас. Каждый день практически, вот иногда бывает, что я тут раз говорил, тоже упоминал, швей наши иногда просят даже в 7 утра открыть штаб. У нас есть такие люди, которые в 7 утра они просят, подойдите, пожалуйста, в 7, откройте нам штаб. Мы с 7 до 9 утра будем шить. В 7 приходят, до 9 шьют и в 9 уходят на работу. Представляете, есть такие люди. И, да, это вот действительно святые люди, к ним вот идем на встречу, с 7 утра обычно вот открывается на штабе и до 6, до 7 вечера, как обычно, вот с понедельника по субботу каждый день наши волонтеры трудятся, да. Это на самом деле довольно-таки такой трудоемкий процесс, на самом деле. Это вот прям я поражаюсь нашими волонтерами, люди, какая самоорганизованность, это вот людей поражает, да, то есть у нас в штабе все поделено, кто отвечает за те или иные вот направления, кто там по сеткам отвечает, кто там по швеям вот главный, да, кто там закройщица наша, да, главная Дарья Сергеевна, вот, кто там дежурство у нас отдельно есть, да, по столовой, то есть там же обедают, соответственно, да, кто-то там сегодня посуду моет, кто-то там этот убирает, сегодня воду ты должен поставить или еще что-то, ну, то есть все вот так самоорганизовано на самом деле очень хорошо и тоже хочется поблагодарить, чтобы вот это все организовать, конечно же, нужна поддержка, да, в части того, что вот хочу, пользуясь моментом, поблагодарить наших постоянных партнеров, да, на самом деле иногда они сами просят, говорят, да нет, мы говорим о том, что да вы что, давайте мы вас поблагодарим, там этот, да не надо, они то есть там сами отказываются, но о них надо говорить, надо хотя бы, чтобы вот люди знали, о том, что есть такие благие люди, которые постоянно помогают вот волонтерам, это вот предприниматели, наши предприниматели, да, и одни из которых вот хочу отметить сегодня, это ИП Дегтяренко, Виктория Павловна, она вот уже в течение, больше года, по-моему, уже, да, больше года, каждый божий день обеспечивает наших волонтеров хлебобулочными изделиями, это хлеб, это булочка, наши волонтеры каждый день кушают свежий хлеб, вот, вообще, представляете, она полностью добровольно, всегда вот, оказывает помощь, и хочется отметить, на самом деле, очень вкусный хлеб, очень вкусные булочки, сама стряпает, нет, это предприниматель, да, на самом деле, ассортимент она меняет, каждый раз спрашивает, то есть, может, вам надоели булочки, давайте что-нибудь другое дадим и так далее, то есть, она вот, прямо очень хорошо помогает, да, потом у нас есть индивидуальный предприниматель, тоже Петров Прокопий Николаевич, это вот предприниматель, который занимается готовыми обедами, да, и вот, каждый день, порядка 10, да, порций? 10-15 порций, каждый день, тоже кроме субботы и воскресенья, каждый день обеспечивают вот таким обедами, представляете, это уже в течение полутора лет, да, предприниматели оказывают поддержку, я вот, когда о них рассказываю, у меня, на самом деле, не знаю, прям, что-то такое происходит, прям, хочется поблагодарить, да, до этого у нас очень хорошо, даже всегда горячим питанием обеспечивали, вот, ну, тоже предприниматели, гурмей, трапеза-кафе, да, Махтал, вот этот ресторан, вот Лукины, они тоже помогали, но очень хорошо, воду, служба доставки, ледник, да, Дяконов, Дяконов, Ирилик Николаевич, да, вот, тоже бесплатно дает, соответственно, приходите, вот, неделю, сколько раз вам бутылей нужно, пожалуйста, берите бесплатно, вот, ну, и любимая, на самом деле, всеми нами волонтерами, это пицца, жар-пицца, да, многие знают, Сидоров Петр Петрович, тоже вот ежедневно, как будто, прям вот, как на работу, обязательно сами еще доставляют, каждый день по несколько вот этих пицц, нашим волонтерам доставляют, волонтеры очень радуются, вот, и сегодня, пользуясь моментом, хочется их всех поблагодарить, действительно, вот, это не только труд волонтеров, да, то есть, людей, которые, вот, приходят, шьют, там, оказывают помощь бойцам, но это и вклад на наших предпринимателей, вклад в всеобщую победу, для, вот, чтобы наши волонтеры трудились, вот, ну, об органах власти, конечно, соответственно, на постоянной основе помогают они у нас, да, то есть, ресурсная поддержка, административная поддержка, нужна машина, вот, волонтеры осенью хотели, собрались поехать по Ягодам, пожалуйста, в Министерство транспорта, помогли им автотранспортам, да, просто для себя за Ягодами, да, волонтеры, вот, хотели, съездили для себя отдохнуть, мы их, на самом деле, иногда ругаем, не надо себя, говорю, доводить до этого, надо все равно, как-то хотя бы немножко, отдыхать, вот, да, чтобы передышка была, и вот, Министерство транспорта постоянно поддерживает, Министерство молодежи, вот, методически, консультационно, в организации каких-то мероприятий, так далее, постоянно помогают, Лена Турфлот, да, вот, тоже очень хорошо поддержали наших волонтеров, и, действительно, вот, благодарность от волонтеров, на самом деле, дорогого стоит. Может, кого-то еще хотите пригласить в свою такую компанию, многоликую, много людей, какого-то, надо же, поддержка большая. Вот, Дария в прошлый эфир сказала, что я всегда, ну, не всегда в смысле, я думала в последнее время, да, что это мне нужна поддержка, оказалось, что я могу очень круто поддержать, и мы как раз говорили о серебряных волонтерах, о людях, которые, казалось бы, да, им лишний раз из дома выйти сложно, но они берут и приходят к вам каждый день, и работают. Это вообще какая-то уникальная история, конечно. Вот, и в части СВО, да, специальные военные операции, у нас, то есть, не только мы работаем, очень много организаций помогают, да, есть отдельные общественные организации, которые, вот, оказывают поддержкой, есть волонтеры, которые при госпиталях помогают, да, то есть, вот, мы знаем все в Хабаровске, Алена Лебедкина есть, да, помогает бойцам в Хабаровске, в Москве, движение САХО волонтеры, чего стоит, это вообще стоит поражаться, люди, тоже добрейшей души, люди готовят еду нашим бойцам, и, вот, разводят по госпиталям, не только еду разводят, да, плюс ухаживают за ними, доставляют им какие-то их нужды, да, то, что вот, швей иногда отсюда отправляют какие-то вещи, вот, вещи первой необходимости дают бойцам, когда они вот в госпиталь доступают, на самом деле, очень-очень много людей сейчас обширно занимается, вот, такой волонтерской деятельностью в рамках специальной военной операции. То есть, вы еще на связи с теми командами, которые в других городах продолжают дело волонтеры Республики Сахар. Да, через нас они посылку отправляют, то есть, вот, например, постоянно, например, в Москву мы отправляем, волонтерам Саха, то есть, Туяре Николаевне, да, Константиновой Туяре Николаевне, постоянно, то есть, посылки отсюда, вот, в Москву мы отправляем им, какие-то вот такие связи, мы с ними со всеми держим связь. К вам еще могут прийти люди и отправить посылку адресно, да, то есть, через ваш центр, кто хочет. адресные посылки отправляют, и мы курируем, докуда бы доехал, все это, на связи с этими, с родственниками, пока не дойдет посылка до бойца. Да, и вы в прошлый раз еще говорили, можно напомнить, что лучше положить в посылку, не скоропортищиеся продукты. не похучее что-нибудь, да, все, не похучее лучше, потому что, говорят, там крыс очень много, они могут все сожрать. Вещи, письма, да, и что-то такое, что можно бессрочно, да, когда не испортится. Спасибо вам большое, я очень рада, что вы снова пришли в эту студию, сказали добрые слова тем, кто вас поддерживает, для того, чтобы поддерживать вам, у вас получалось, бойцов. Спасибо. Всем спасибо за внимание, и всем хорошего вечера.